Что делать, если модель неустойчива, смещена или не гомоскедостична? Проще всего, если она не смещена, точнее, если она смещена. В таком случае надо в константе добавить соответствующую величину погрешности. Если модель неустойчива, то надо понимать, что на данных, принадлежащих генеральной совокупности, но выходящих за пределы выборки, на которой построена модель, она может работать гораздо хуже. Если модель гетероскедостична, точнее, данные гетероскедостичны, то, опять-таки, для разных сочетаний регрессоров, предикторов мы будем иметь варьирующее качество модели. Фактически, надо в таких случаях либо отказываться от модели, либо делать некоторую поправку на то, что на самом деле у вас R квадрат модели не 56, допустим, а пониже и, возможно, даже существенно ниже. Насколько точно нет единых рекомендаций для расчета этой погрешности, пока что наука не отвечает на этот вопрос достаточно строго и точно. Поэтому лучше, конечно, иметь модель качественную. Наша модель достаточно качественная и можно перейти к интерпретации модели, то есть к интерпретации значений наших предикторов. Чтобы было удобнее ориентироваться, я перенесу таблицу, точнее, скопирую таблицу с нашими коэффициентами, которые описывает модель, на отдельный лист и отсортирую коэффициенты по увеличению. Интерпретацию обычно начинают с константы, тоже сделаем и мы. В нашем случае константа равна минус 7,76. Что это означает? Это означает, что логид в целом по выборке, без учета влияния предикторов, равен следующей величине. Без учета влияния имею в виду, когда все предикторы занулены, то есть имеют нулевые значения. Если логид равен минус 7,76, значит отношение P1 к P0 равен...